Чего ждет боец на поле боя? Письма из дома. В годы Великой Отечественной военно-полевая почта ежедневно сортировала сотни писем и отправляла их по фронтовым адресам. Мария Александровна Назарова, одна из тех, кто рискует собственной жизнью, приносила бойцам весточки от родных и любимых. К ним идет письмо без марки, сквозь огонь и град свинца, и дороже, чем подарки, строчки писем для бойца. В годы Великой Отечественной Мария Александровна Назарова была одним из тех людей, кто связывал фронт и тыл. Война разлучила ее с семьей, и 15-летняя девушка попала в действующую армию. Ее определили в военно-полевую почту. Так она и прошла всю Европу, следуя за своим артиллерийским полком. Поедешь, повезешь почту и обстрел. Попадаешь под обстрел, страшно. Так. Бывало так, что уходили, с машины выходишь, а машину и разобьет. И такое было. Так что все было. Когда закончилась война, 3-й артиллерийский полк находился недалеко от Берлина. Мария Александровна одна из тех победителей, чья подпись есть на поверженном Рейхстаге. И специально возили нас, чтобы посмотрели Берлин. Ну, сильно мы там не ходили. Подвезли к Рейхстагу. Там он весь разбитый, кирпичи валяются кругом. И все, кто не одни, мы приезжали. Там многое приезжали, расписывались. И я расписалась. О войне Мария Александровна говорит не очень охотно. Слишком горький след оставили в душе те суровые годы. Так что война страшное дело. Не дай бог. Раненых таких видела, что мне сейчас страшно подумать. С 2011 года Мария Александровна живет в Чувашии вместе со своей дочерью и зятем. Она очень любит заниматься рукоделием, шьет, управляется с домашним хозяйством. Мария Александровна предпочитает быть в курсе всех событий в стране. Говорит, что сказывается фронтовая привычка. Как и в далекие военные годы, информацию она предпочитает получать из газет. Читаю все до единой статьи. Нигде ничего не пропущу. К большому сожалению, во время переезда почти все многочисленные награды Марии Александровны были утеряны. Но она не унывает и говорит, что главная награда для нее – мирное небо над головой. Богдана Дойникова, Валерий Рюзюков, Республика.